Каждое воскресенье жители этого палаточного лагеря для бездомных под Сиэтлом посещают обязательное собрание, чтобы обсудить дела коммунны и решить насущные проблемы. Наш палаточный город – это самоуправляемый, демократически организованный лагерь для бездомных и с помощью бездомных. Мы не разрешаем употребление наркотиков и алкоголя. Люди, с которыми вы здесь встретитесь, восстанавливаются после различных зависимостей или пытаются выбраться из очень тяжелой жизненной ситуации. Этот палаточный городок – лишь один из десятков Сиэтли. Население палаточного города Три, так его называют сами жители, варьируется от 50 до более сотни человек. Здесь живут и дети, и пожилые. На территории лагеря работает охрана из добровольцев. Лагерь переезжает на новое место каждые полгода. Помимо защиты от преступности, этот лагерь помогает жителям побороть зависимость от наркотиков и алкоголя. Запрет на наркотики и алкоголе – это очень хорошая вещь. У меня проблемы с силой воли. Подруга моя вам подтвердит. Если бы не местные правила, я бы, скорее всего, уже снова запил. Для меня главное здесь – безопасность. Здесь очень хорошая охрана. Я чувствую, что окружена людьми, которым моя судьба небезразлична. За последние семь лет средняя арендная плата в Сиэтли выросла более чем на 60%. Этому резкому росту способствовал технологический бум, в результате которого такие компании, как Амазон, перевезли в город десятки тысяч новых сотрудников. Только по официальным данным, в прошлом году в Сиэтли и пригородах проживало 12 тысяч человек без постоянного места жительства. Более половины из них живут на улице, в палатках или автомобилях. Идея самоуправляемых палаточных городков не пользуется всеобщей поддержкой. Там нет социальных работников, там нет медицинских работников. Лагеря являются полностью добровольными, и люди идут туда с пониманием того, что от них ничего не ожидается, что им не потребуется сделать что-то, чтобы выбраться из такой ситуации. Правозащитники отмечают, что палаточные лагеря являются лишь временным решением проблемы бездомности. Общая картина ясна. Нам нужны огромные инвестиции из местных, государственных и федеральных источников для строительства нового доступного жилья. Также некоторым нужна поддержка, чтобы сохранить это новое жилье. Это мнение разделяют многие жители палаточного города Три. Я стыжусь того, что проблема бездомности вообще существует в нашей стране. Поймите меня, несмотря на то, что я ценю работу, которую делают жители нашего палаточного городка, я огорчен тем, что он вообще вынужден существовать. В ближайшее время эти палатки никуда не исчезнут. Строительство доступного жилья в масштабах необходимых Сиэтлу местными властями пока не планируется.